Привет, дружок! Пока ты ещё не успел в полной мере насладиться скинчиком на фару и турбосвиноболом, великолепнейший стратег, гениальный гейммастер и, не побоюсь этого слова, чудодей Джефф, очередной раз распахивает перед нами волшебные врата своего потаённого закутка и предлагает нам жить и смиряться с целой кучей нёрфов, небрежно разбавленных капелькой тёмных нефильтрованных бафов. Но начнём по порядку. Близзарды — народ удивительный, они настолько... Точно. Секуты за конъюнктуру, сформировавшуюся в комьюнити, настолько чётенько понимают настроение и от души наслаждаются мемасиками пронёрф Бригитты, что абсолютно не могут остановиться в своём нелёгком ремесле по накаливанию жеп игрокам у виртуальной газовой горелкой, каждые пару месяцев урезая Бригитте очередную приколюху, одновременно с кусочками нашей уже потрёпанной души. Короче, Бригитта. Запаса здоровья снижен с 200 до 150 единиц. Это забавно. Абсолютно другие ощущения от персонажа. Всегда её особенностью была возможность играть в соло, далеко выходя из круга своих основных обязанностей. Её просто не могли наказать. Теперь же наказывать будут и в хвост, и в загривок за все те годы доминирования. Пассивка воодушевления. Объём исцеления снижен до 90 единиц в целом, 15 единиц в секунду. При этом самоисцеление больше не уменьшается наполовину. Реворк пассивки отлично подходит под предыдущий нёрф, указывая Бригитте на её место, место возле Тимы, в надежде впихнуть все мысли об агрессивной игре туда, откуда они всё это время вылезали нескончаемым потоком. В целом щит и оставшиеся хп с бронёй, это всё ещё нормально. Конечно, флангов придётся встречать за спиной, а не в кожурях, и не получится больше скакать горной козочкой за улетающим думфистом. Но, игра в плотной сцепке с танками вполне неплохо способна себя оправдать. Тот же реворк воодушевления вполне хорошо раскроется в групповушке. В толпе-то как раз её выживаемость повышается. Улучшенный самоотхил перекрывает недостаток хп за несколько секунд, потом идёт чистый плюс. Также её в толпе сложнее выцепить для фокуса, а значит, она дольше сможет хилить. Таким образом, в плане командной игры, Брига только выиграла, а как соло-дамагер, изжила себя почти полностью. Ситуативно ли это? Конечно, но для других ситуаций есть другие саппорты. Ариса. Запас брони уменьшен с 250 до 200 единиц. Видимо, танки слишком имбовые для нового талантливого поколения урона мейнеров. Стоять. Ну, то есть, гравитонный шарик со стяжкой. Радиус уменьшен с 7 до 4 метров. Зато немного увеличена скорость полёта шарика. Основная приколюха Арисы. Мини-гравитончик, который позволял отправлять купаться нерасторопных челиков или собрать их под ульту генги. Также очень хорошо съедал время врагов, подкидывая их вверх и иногда действовал даже лучше, чем стан. Теперь же гравитончик будет сродни чуду и мувик с моментами удачных стяжек будет смотреться круче и веселее, чем, например, мувик с шестью киллами трейсер. Сигма. Всё, что можно было занёрфить, занёрфили. Прочность щита уменьшена до 700 единиц. Восстановление щита уменьшено до 80 единиц в секунду. Время отката кинетического захвата увеличено до 12 секунд, а ведь не так давно его снижали. С каких вообще пор связка Сигма-Ариса стала имбовой, что её так пропнули? Теперь у этих двух карасиков щиты в совокупности получаются слабее, чем у батьки Рейна, с учётом долгого восстановления и прочностью, сравнимой с куском целлофана. С такими показателями Дедану в красивом костюме остаётся только два варианта. Випкам или фонговать, набивая щёлбанов в подвалах какой-нибудь тройсухи. Ну и поскольку, наконец, пришёл конец тирании кобылки с Дедком, можно сделать вывод, что теперь Дива с Турбосвином будут отыгрываться вполне балдёжно. Кстати, Турбосвин. Боезапас снижен с 6 до 5 единиц. Урон от снаряда увеличен с 6 до 7 единиц. Задержка между выстрелами увеличена на 0,15 секунд. То есть, общий ДПС с обоим и снизился, и за счёт количества зарядов, и за счёт скорости атаки. Но кого это волнует, если теперь комбас Вина стала более успешной, или даже на одно движение короче, с тем же результатом? Хук плюс заряд мусором в лицо 205 единиц, как видишь, даже с чаевыми. Из основного интересен ещё оба фанёрф фары. В фаре уменьшили скорость заправки баков и время действия ульты. Видимо, чтобы по ней сложнее было попасть всяким эш и мокрякам. Получайте тупые хитсканы, шах и мат. Ну а если серьёзно, то новая скорость передвижения в воздухе очень даже неплохо заставляет хитсканов адово вертеть башнями, как и на концерте добротного австралийского металкора. Ну и подводя к завершению свою глубочайшую аналитику, хотелось бы ещё раз отметить утончённый подход к правкам баланса. Ведь в попытках изменения меты, метелица не нёрфит Ануэш и Рейна, а теребонькает Дзиньяту симметры, немного подравнивая их, словно тётя Зина твою чёлочку в одноместном полуподвальном помещении дома быта. Дзин, что ты теперь такое? Симметра? Просто лол. Ну и ещё ей сократили откат телепорта на 2 секунды, а у меня всё я кончил. Ну и как обычно, обязательно оформляй подписку на канал, тереби колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставь лук в комментариях, напиши какую-нибудь дичь, ну или свою аналитику по новым бафонёрфам, чтобы я точно знал, что ты досмотрел до этого момента. Ну и все какие-то ссылки в описании, там в основном другие мои видосики по овервачу, зацени.